Новости на канале СТВ, в студии Олег Степанюк. Здравствуйте. Авария в Слуцке. Один человек погиб, трое госпитализированы. Во время сильного дождя водитель легкового автомобиля завершил обгон и возвращался на свою полосу движения. На мокром асфальте его занесло и машина столкнулась с припаркованным у края проезжей части грузовиком. Пассажир, находящийся на заднем сидении легкового авто, погиб на месте. Водителя еще двоих пассажиров пришлось деблогировать спасателям. Их доставили в больницу. Причиной ДТП стало нарушение правил маневрирования и неправильный выбор скорости движения при неблагоприятных погодных условиях. Традиционные прямые телефонные линии прошли сегодня во всех регионах Беларуси. В Гомеле с приходом теплых дней основная масса вопросов так или иначе была связана с благоустройством города. Убрать, посеять, навести порядок. К слову, большая доля таких проблем не требует существенных материальных вложений и решаются в считанные дни. В этом случае горожане и городские власти выступают партнерами, делая совместно город лучше. Гомельчане наши всегда активны. И это очень хорошо, потому что они не безразличные люди, им хочется жить в красивом городе. Спектр вопросов очень-очень широк. И, конечно, всегда стараемся помочь людям. Сделаем вместе. Именно так сегодня сказали студенты, волонтеры, представители профильных ведомств и присоединились к международной акции по уборке. Сегодня они приводили в порядок места отдыха, собирали мусор и чистили территорию вблизи водоемов. Так начали готовить к предстоящему сезону пляж возле озера в деревне Сеница. К субботнику присоединились десятки человек, в том числе представители министерств жилищно-коммунального хозяйства, также природных ресурсов и охраны окружающей среды. Это такой своеобразный старт тому большому процессу, который будет проходить практически весь апрель. Поймы рек, они тоже представляют для нас большую проблему. Мы видим, что кроме естественных каких-то процессов, которые происходят в природе, большое количество и мусора остаётся после зимы. Мы сегодня совместно решили показать, что это наша природа, это наша земля, на которой мы должны вместе работать и создавать условия обитания, быт и для досуга, и для работы. А сотрудники Министерства иностранных дел решили озеленить город. Они сменили привычные деловые костюмы на рабочую одежду и вооружились лопатами. Ведь в эту субботу вместо решения внешнеполитических задач перед ними стоят совершенно другие цели. Сегодня в лесопарковой зоне в рамках акции «Недели леса» они сажали деревья. Это прекрасная возможность и подышать свежим воздухом, и поработать физически, и принести определенную пользу, засадив вот такой вот вырубленный ранее большой кусок лесного массива свежими молодыми саженцами сосны и лиственных деревьев. К слову, сегодня последний день проекта «Неделя леса». В этом году ее посвятили 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Добровольцы высаживают деревья в честь участников ликвидации последствий катастрофы. Участие в мероприятии традиционно принимают люди разных профессий и возрастов – школьники, студенты, представители госорганов и общественных объединений. Присоединились к акции сотрудники МВД. Милиционеры помогли навести порядок в лесу и высадили несколько гектаров сосен и елей. Террористы атаковали сирийский Алеппо. Боевики попытались захватить квартал, который защищают курдские ополченцы. Около 20 мирных жителей погибли, еще более 60 ранены. По имеющейся данным, в окрестностях города сосредоточены более тысячи экстремистов. В их распоряжении танки и пулеметы. Есть информация, что они готовят масштабное наступление в качестве мести за убийство главаря террористов. Крушение легкомоторного самолета произошло на Аляске. В результате авиакатастрофы три человека погибли, еще один пострадал. Всего на борту самолета находились четверо. Спасателям удалось обнаружить живой лишь одну женщину. Сейчас она госпитализирована. Врачи борются за ее жизнь. Тем временем эксперты пока не могут добраться до места происшествия даже на вертолетах. Виной тому сильный ветер. Правительство предоставит банкам гарантии по кредитам, выделяемым сельхозорганизациям, сроком до года. Речь идет о погашении основной суммы долга и только для предприятий, которые поставляют продукцию для республиканских госнужд. Такое решение содержится в постановлении Совета министров. Деньги предназначены для предоплаты сельхозпродукции, возмещения затрат на ее производство и оплаты транспортных услуг по доставке. В документе приводится более 20 организаций, которым выдаются кредиты на общую сумму 4 триллиона рублей. В их числе комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы, Оршанский льнокомбинат. Переизбыток березового сока отмечают белорусские специалисты. Рынок перенасыщен, спрос отстает от предложения. Так в Могилевской области основной переработчик Быховский консервно-овощесушильный завод в прошлом году произвел 2000 тонн напитка. Это рекорд для завода. Однако реализовать сумели меньше половины. Поэтому нынешней весной здесь уменьшили закупку березовика у лесхозов в пять раз. Однако опытные маркетологи считают, продать можно все. Какой-нибудь напиток мирового бренда расфасовать в трехлитровые банки, его никто не купит. Может быть, надо изменить сам напиток. Может, лучше газированный будет продаваться. В белорусских школах будут делать акцент на профориентацию. Задача – помочь ученикам определиться с будущей профессией уже в старших классах. Такая работа должна проводиться в простой и ненавязчивой форме в рамках шестого учебного дня. По такому пути пошли в некоторых могилевских школах. Родители учеников в субботу приходят в гости к школьникам и рассказывают о своей профессии. «Надо приходить и узнавать о чем-то новом. Все-таки надо же после школы куда-то поступать. Надо узнавать о профессии. Тем более дома сидеть скучно. Лучше приди сюда и узнать о чем-то новом». «Необходимо делать больше акцент на профориентационную работу, на раннюю профориентацию. Сегодня дети уже в 7-8 классе обычно в целом определяются с профессией. Но помочь им определиться правильно, показать все разнообразие мира и профессии – это как раз задача шестого школьного дня». Это все, что мы успели вам рассказать. Больше новостей найдется в следующем году.